Друзья, всем привет! Вас приветствует канал Перекупщик. И видео решил снять по поводу вложения в книги. Букинистика. Насколько это выгодно на сегодняшний день. Но опять же, друзья, давайте все по порядку. Сохранность книги. Год. Цена. Все влияет на ее предпродажную, продажную, оценочную-стоимость. Если, так как покупаю я книги за копейки, то это выгодно. Многотомники, например, стоят 60-70-80 года разные абсолютно. Там 200-300 гривен. Если вы их покупаете за полтинник, считайте свою прибыль. То есть, с многотомника вы заработали 150 гривен. Но опять же, давайте не забывать, сколько сегодня товара выкинуто в интернет. То есть, вы сразу должны понимать, что букинистика это очень... С точки зрения вложений, ну, я бы так сказал, наверное, я бы не стал вкладывать деньги в книги. Они мне просто попадаются, и я их вместе с другим товаром, посмотрите, пожалуйста, мои видео. Я всегда рассказываю, что если это попалось там за какие-то копеечки, это интересно. Если вы книги покупаете, ну, вот, например, там, вот, Щедрин, да, купили ее там за 100 гривен. Нет, смысла вообще никакого нет. Вы должны эту книжку купить за 10 гривен, потолок. Вот книжка там 800-го года, 22-го, там, вот, 32-й год. Вот, вы их должны купить там максимум все за 200 рублей. Это просто потолок, чтобы их продать там за 500, за 700. Вот, сразу считайте математика в голове, сколько вам это принесет. Но не забывайте, друзья, еще сохранность, вес. Вот представьте, сколько нужно книг, да, чтобы сегодня на них заработать. Это реально, реально, нереально. Это надо ехать на автомобиле и грузить их туда, привозить бензин, расходы. То есть, если целенаправленно заниматься. У меня есть товарищи, кто занимается книгами, они, в принципе, зарабатывают. Но нужен же постоянный сбыт и откуда их приобретать. То есть, это надо все считать. Поэтому я занимаюсь всеми вещами абсолютно подряд. Я покупаю просто любые все вещи СССР и царизма. От монет до самоваров, от разных вещей. Там, зажигалок, зажигалок, портсигаров. Просто все подряд. Игрушки, елочные. В общем, кому интересно, смотрите мои видео. Поэтому, мое мнение, как перекупщика, как человека, который занимается несколько лет скупкой старыми вещами, для меня лично не имеет смысла занятие чисто букинистикой. Как с какими-то предметами продавать? Да, чисто книгами. Нет, однозначно. Потому что, вы понимаете, вот смотришь сейчас на сайты, да, вот стоит 18-й, 1800-й год книга. Поэтому, начало 20-го века книги, которые продаются по 70-100 гривен, ну, честно, опускаются просто руки. Ну, вообще нет резона этим заниматься. Ты смотришь на эти проходы на аукционах и берешься за голову и не знаешь вообще, ну, смысл есть таких продаж, покупок. Ну, вот как-то так. Если вам помогло это видео, я буду очень рад, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Я чем смогу, помогу, советам и всем остальным, потому что очень большой опыт в продажах у меня. И до новых встреч, друзья, до новых видео. С вами канал Перекупщик.